Друзья, привет! Мы находимся в Копенгагене. Сейчас вторая половина ноября, но город уже полностью украшен к Рождеству. На главных пешеходных улицах висят сердечки, в пекарнях продаются рождественские булочки, во всю работают ярмарки и каток. Сегодняшнее видео называется «Пять способов поймать рождественский дух в Копенгагене». Меня зовут Светлана Герс, я гид с Копенгагене. На моем канале вы найдете видео о жизни в Дании, интересных местах Копенгагене и датском языке. Ну что, поехали? Сегодняшнюю прогулку хочу начать с посещения пекарни. Там нас ждет рождественская булочка, которая называется «Юля-боле». «Юль» по-датски «Рождество», а «боле» булочка, так что все логично. Рождественские булочки существуют двух видов. Камель-дрейс-юля-боле, булочка старого образца из дрожжевого теста. А второй вид называется «Виннепроз-юля-боле», то есть рождественская булочка из слоеного теста. Вообще, исторически, большая часть булочек в Дании выпекается именно из слоеного теста. И мне кажется, этот вариант более вкусный, поэтому будем пробовать именно его. В отличие от многих других булочек, это булочка с начинкой. И внутри там изюм, цукаты из апельсина и кардамон. Ну что, вы готовы попробовать булочку вместе со мной? Ну что ж, булочку я купила в пекарне, которая называется «Лау-Кей-Хусл», то есть «Дом тортиков». Но вы можете найти ее и в других пекарнях города. Вот так она выглядит, довольно пышненькая, хрустящая. Ну что, давайте пробовать? Ну что я могу сказать? Булочка воздушная, хрустящая, с приятным ароматом и вкусом, дарит настоящее настроение Рождества. А если вам по душе больше кондитерские изделия, вы можете попробовать мой любимый десерт – медовый коржик. По-датски он называется «Хонингс Ните». Он по вкусу похож на пряник с начинкой из варенья. Этот пряник можно купить в виде ломтиков или сердечек. Выбирайте ту форму, которая вам больше нравится. Кстати, если вы купите ломтики, там внутри еще будет крем. Очень вкусно. Ну а мы с вами продолжаем создавать рождественское настроение. И второй пункт в нашей программе – это рождественский шоппинг. Предлагаю вместе отправиться в популярный датский магазин, который есть в разных городах Европы. И он называется «Сестры Крена». «Сестры Крена». Там поищем с вами гномиков Ниаса, рождественские украшения и, может быть, даже рождественский чай. Я только зашла в магазин, и смотрите, сколько красоты меня здесь встречает. Начиная с ноября, в магазине идет акцент на рождественские подарки и украшения. Давайте вместе погуляем и посмотрим, что здесь интересного на полках этого магазина изобилия. Здесь целая вселенная Рождества. Прежде всего, это рождественские украшения символами Рождества. Здесь и ангелочки, и сердечки, и елочки, и маленькие Деды Морозы. Смотрите, как здорово здесь оформили витрину в форме адвент-календаря. Адвент-календарь – это календарь, который ты открываешь с 1 по 24 декабря. И каждый день радуешь себя чем-то приятным. Такие календари бывают с чаем, косметикой, украшениями. В Дании многие покупают себе такие календари, чтобы создать себе ощущение праздника в течение всего месяца. Еще, конечно, на полках я заметила много подсвечников, ведь датчане жгут больше всего свечей во всем мире. Это неудивительно, потому что с ноября по март погода не очень веселая. Обычно это дождики, серость, и хочется как-то поднять себе настроение и создать уют в доме. Поэтому в таком магазине, как Сестры на Грена, можно найти огромное количество разных свечей и подсвечников. Кстати, в предрождественское время используется специальный адвент-свеча. На ней 24 деления. Каждый день вы понемножку зажигаете эту свечу и отсчитываете время до праздника. Мне этот магазин нравится, потому что здесь довольно демократичные цены. И второй момент. Все изделия выполнены здесь в непростких пастельных тонах и хорошо сочетаются друг с другом. Так что в этом магазине можно купить много всяких классных штучек для дома и создать у себя настроение хюгги. Еще в Сестре на Грены можно купить основу для рождественского венка. Затем уже к этой основе вы можете прикрепить ветки, а ветки украсить разными деталями. Шишечками, звездочками, ягодками. Все эти мелкие детальки здесь тоже можно купить. Я тоже мечтаю собраться с подружками и сделать рождественские венки. По-моему, это супер хюги занятия для долгих зимних вечеров. Кстати, в магазине есть еще и большой чайный отдел. И здесь можно купить рождественский чай. Черный чай со специями. Он идеально подходит для того, чтобы завернуться в плед, найти свою любимую кружку и заварить себе вкусный ароматный напиток. А главное, согревающий после прогулок по холодному Копенгагену. Нашла отдел с рождественскими шоколадками. Их тоже можно использовать либо для адвент подарков, либо для украшения рождественского стола, либо красиво их положить в вазочки и тоже создаться особое настроение. Ну что, пойдемте посмотрим другой отдел. Там нас тоже ждет море интересного. Прежде всего, это огромное количество упаковочной бумаги, стикеров, тесьмы. В Дании принято выбирать не только хорошие подарки, но и красиво их упаковывать. И в сестре на грене вы можете найти необходимые материалы для самой креативной упаковки. Чем мне еще нравится этот магазин, это тем, что здесь продаются не только готовые изделия, но и всевозможные материалы, из которых вы можете сделать что-то свое, творческое. Так что, если вы любите делать что-то руками, всевозможные поделки, этот магазин вам точно понравится. Ну и, конечно, полюбуемся на всевозможные елочные игрушки и гномиков Нисы. Нисы – это рождественские домовые, которые как раз активизируются в канун праздника. И чтобы с ними подружиться, хорошо бы их подкармливать рисовой кашей. Это их любимое блюдо. Так что, если вы приедете в Данию в предрождественское время, обязательно купите себе гномика Нисы как сувенир. Ну что, мы посмотрели все отделы, которые посвящены Рождеству, но это далеко не весь магазин. Здесь вы сможете купить и канцелярские принадлежности, и предметы для кухни, и ванной комнаты. Все для дома, декора и уюта. Но мы продолжаем наше рождественское путешествие. Впереди вас ждет еще много интересного. Третья остановка нашего путешествия – это магазин Королевской фарфоровой мануфактуры. Каждый год во второй половине ноября и в декабре здесь проводится выставка рождественских столов. Обычно приглашают каких-то известных художников или дизайнеров, и они воссоздают рождественскую сервировку в своем доме. Обожаю приходить в этот магазин для эстетического наслаждения. Ну что, прогуляемся вместе? Посмотрим, как сервируют столы датские знаменитости. Выставка называется «Волшебные моменты». Находится на втором этаже. И в этом году в ней принимали участие три дизайнера. Автор первой инсталляции – художница Тильда Кристенсен. В ее работе мы видим многообразные техники и материалы. Здесь и шелк, и картины, и морские раковины. Здесь яркие краски, крупные мазки, декоративные элементы. Видно, что художница не боится ярких красок и неожиданных сочетаний фактур. В ее работе мы видим акцент на связь человека с природой и на смену сезонов. Также художница использовала зеркальные поверхности и наносила краску прямо на них. Мне кажется, что работа получилась очень яркая, свежая и жизнерадостная. Посмотрим следующую работу. Следующий автор – это Вероника Ходжес. Это художница, которая работает с бумагой. Свою инсталляцию она посвятила своей связи с Италией. Художница пишет, что в Италии она провела свое детство с отцом. И она по-прежнему испытывает тоску по итальянским пейзажам и красотам. В сервировке стола присутствуют фигуры птиц, насекомых, цветов. И самое удивительное, что все эти детали выполнены из бумаги. И эта роскошная изгородь, которая украшает потолок – это все бумажные цветы. Какая красота! Какая тонкая и кропотливая работа! Эта инсталляция более камерная, более мистическая. Она приглашается медлиться и погрузиться в детали. Ну и в центре композиции роскошный белый павлин, который тоже выполнен из бумаги. Третья инсталляция, на мой взгляд, самая экзотическая. Она называется «Рождество просачивается сквозь каждую трещину». Автор Юлиус Иверсон, в прошлом флорист и на сегодняшний день художник. Инсталляция очень смелая, лаконичная по цветам, но очень смелая по форме и очень экспрессивная. А какая из этих трех инсталляций понравилась вам больше всего и почему? Напишите в комментариях. Четвертое место, куда нужно отправиться, если вы ищете рождественский дух – это, конечно, рождественская ярмарка. Ярмарок в Копенгагене несколько, в этом году даже открылась новая, так что есть где раскуляться. Напомню, что рынки построены таким образом, что здесь вы можете перекусить. Обычно это какие-то сосиски или простые блюда, вроде картошки или чипсиков. Иногда бывает запеченная кукуруза, тоже очень вкусно. Здесь, конечно, вы можете попробовать рождественские напитки, такие как глёк и глинтвейн. Глинтвейн популярен в Европе, а в Дании любят именно глёк. Это тоже напиток из горячего вина со специями, но также туда добавляются изюм и миндаль. Глёк очень популярен у моих туристов. Если вдруг они мерзнут на экскурсии, то они обычно согреваются именно глёгом. Кстати, глёгу не забудьте заказать рождественские пончики – Эблискива. Они кругленькие, похожи на колобков. И хотя они называются яблочные дольки, никаких яблок там нет, потому что они ушли из рецепта. Так что это просто такие пухленькие пончики. Глёг и Эблискива – это традиционное рождественское угощение, поэтому если вы в Копенгагене в это праздничное время, не забудьте попробовать. Ну и, конечно, на рынке можно купить множество интересных сладостей себе или в подарок. А также можно купить всевозможные ёлочные украшения и декор для вашего дома. В прошлом году я сняла отдельное большое видео про рождественские ярмарки в Копенгагене. Обязательно переходите по ссылке и наслаждайтесь! Ну и заключительное место, которое я планировала вам сегодня показать – это новый каток, который открылся на Новой Королевской площади. Новая Королевская площадь – это граница старого города. Здесь город уже раньше заканчивался. Здесь находились восточные ворота в Копенгаген. В конце 17 века здесь была спроектирована круглая площадь по французским канонам, и от неё расходятся радиальные лучики, прямо как в Париже. Каток на этой площади находился многие годы, до тех пор, пока здесь не началось строительство метро. В 2019 году круглую ветку метро открыли, но, к сожалению, традиция строительства катка была на некоторое время утеряна. И вот в этом году, к великой радости копенгагенцев, каток на самой красивой площади Копенгагена вернулся. Можно кататься и взрослым, и детям, можно брать коньки напрокат. Для детей есть специальные фигурки, с которыми можно ездить, если ты ещё себя неуверенно чувствуешь на льду. Если честно, я так давно не каталась, что, боюсь, я тоже уже всё забыла. А вы любите кататься на коньках? Обязательно напишите под этим видео. Вечером в будний день народу пока немного, а вот в яркий солнечный выходной день здесь было не протолкнуться. Если вы пока не умеете кататься на коньках, вы всё равно можете отдохнуть на этой площади, потому что здесь прекрасный вид. Здесь гостиница Англитер, самая роскошная в Копенгагене, богато украшена. И здесь тоже есть ларьки с рождественскими угощениями, так что вы можете выбрать что-то для себя. Ну что, друзья, на этом видео буду заканчивать. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, вам понравилось и вы поймали рождественское настроение. Заглядывайте ко мне в гости, в Инстаграм и в Телеграм. Там меня можно найти по адресу Копенгаген, нижнее подчёркивание, сторис. А если вы живёте в Копенгагене или собираетесь к нам в отпуск, я вас жду на моих экскурсиях. Там вы можете узнать ещё больше интересного о Копенгагене и погрузиться в атмосферу Хьюги. Ну что, друзья, до встречи в новых видео. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Желаю вам удачи и всего самого хорошего. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok